Историк, этнограф и фольклорист Это один белорусский историк, которого есть памятник, которому поставлен памятник на родиме Урешицы. Это, наверное, один белорусский историк, чья спадщина и чье жизнь так детально выучается. Много годов, благодаря историку Згомеля Валентины Лебедевой, которая организовывает уже шматгадовые донорские читания Урешицы. Найменьшие, наймалейшие детали в биографии его творчестве стараются выучать. Митрофан-донор Запольский народился в 1867 году в городе Речица, что на Гомельщине, у семьи колешского секретара. Маючи только 16 годов, юнак проводил свои первые краезнавчие доследования. У 1888 году наученец первой киевской классичной мужчинской гимназии Донор Запольский опубликовал шесть доследческих материалов у темлику брошюру «Белорусское веселье» и «Весельные песни». Захапление белорусознавством перетворилось в соправдную навуковую працу. Заявляючись студентом историко-филологичного факультета Киевского университета, Митрофан-донор Запольский выдал свою первую монографию, прысвеченную историей Полоцкого, Туровского и Смоленского князства. В 1901 году Митрофан-донор Запольский оборонил магистрскую диссертацию «Державная господарка Великого князства Литовского при Ягайловичах». Активная деянасть Митрофана-донор Запольского не обмяжовывалась только навуковыми доследованиями. У 1907 году он организовал приватные коммерциныя курсы, які позднее были перетворены в соправдную высшейшую навучальную установу «Киевский коммерцины институт». На протягу наступных десяти годов донор Запольский з'являвся неазменным директором института. Это человек, который тримал эдукацию в Киевском университете, грехтовавший стать профессором, але не дозволили, заборонили. И он перераследовавший царскими владами, як недобранадзейный. Потым перераследовавший советскими владами, як Беларус, тому, что однозначно окреслив свою позицию, позицию историка Менавита Беларусского. Не глядячи на то, и што большая частка життя доунар Запольского была звязаная с Киевом, Новуковиц николи не забывався, што ен беларус. У 1918 годе метрофан доунар Запольский активно включается у працу беларуских организациев у Киеве. Ен друкуецца у беларуских газетах, удельничая у беларуско-украинских дипломатичных перемогах, стварая и очоливая беларускую гандлёвую палату у Киеве. А прочь гэтага, разым з Яухимом Карским, метрофан доунар Запольский распрацовывая модель будучага беларускага университета. На початку 20-го стагодзя один из основанников нашей беларусской национальной историчной науки, метрофан доунар Запольский, сказал пророчие слова «Народ, який мил свою державу, мусить меть ее знов». Пройшло некольких годов, и метрофан Томнер Запольский уже отрымал от Ураду Незалежной Беларусской Народной Республики доручение написать брошюру «Основы державности Беларуси». И он выдатно справился с этой задачей. И в 1919-м годе основы державности Беларуси вышли на беларусской, польской, российской, немецкой и французской мовах и разом с прикладенной до тексту карты стали выдатным информационным допомощником для всех представництву молодой Беларусской Народной Республики за мерзу. У 1919-м годе подручение у Рады Беларусской Народной Республики метрофан Томнер Запольский написал брошюру «Основы державности Беларуси». Гэтая праца з'являлась першым навыковым обгрунтованнем гисторичной закономерности державного самовызначения нашага народа. У 1919-м годе у сямьи Томнер Запольского разгорнулася саправдная драма. Або два сыны навыковца, захопившися большавицкими идеями, публична адмавляюцца от батьки реакционера. Не у забави, або два загинуть у вихуры громадзянской войны. Сам же Домнер Запольский назавжды покинет Киев. Крым, Харкл, Баку. Только у 1925-м годе метрофан Домнер Запольский по запрашенне старшини института беларускай культуры Степана Некрашевича переехал у Менск и разгорнул кипучую навыковую дейнасть. За год працы метрофан Домнер Запольский подрыхтаваў дадруку першы том беларускага архива. Сборника актовых документаў літовскай метрыкі. Апроч гэтага навыковец завершыў працу надмасштабной історыў Беларусі. Исторыя Беларусі метрофана Доннер Запольскага долгий час праляжыць ў закрытым партэйным архиве. В савецкія часы не было, або было мало мэсца на радзіме. Яго выпіхвалі лепшым выпадку, калі не расстрэлювалі. Добра, што Доннер Запольскі дачыкаўся реабілітаціі за кароткій час свабодной Беларусі в пачатку 90-х гадоў так шмат зрабілі для яго шановання, што цепер тяжка ўже яго шэльнаваць. А пошнія гады жыцця вымушэны пакінуць Мэнск навуковець правёў ў Москве. У 1934 годі ягоная сэрца спынілася. Выдатный історик і гистериограф, этнограф і фольклорист. Активно громадські деўч і патріот своёй родимы Митрофан Доннер Запольскі.